Вовлечь молодые умы в развитие науки и напомнить о престижности профессий, связанных с покорением Вселенной. Именно такой целью задались организаторы круглого стола, космические старты нашей Родины, лирики и физики. В одном зале собрали молодых людей, которые прямо сейчас выбирают дело своей жизни. Среди участников встречи студенты самарских вузов и колледжей, а также представители школьного движения первых. И обсуждая достижения российской космонавтики, многие ребята могут принять решение о том, чтобы связать свою профессию с космосом. То есть это вопрос может быть о профориентации, но по большому счету это вопрос о том, как наши ребята, которые сейчас сидят в этом зале, находятся на расстоянии вытянутой руки, формируют свою судьбу и будущую профессию. Это очень дорогого стоит, если мы как члены общественной палаты на это можем повлиять. Я бы думал так, что на сегодняшний день профессиональная ориентация должна базироваться на интересах выпускника и базироваться на том, может ли он достигнуть тех вершин, тех позиций в своей жизни, на которым он стремится. Я хочу сказать, что высшее образование нашей области такую возможность дает. По видеосвязи к круглому столу подключились молодые люди из Волгоградской области, а также специалисты Московской региональной общественной палаты. Ко всем собравшимся прямо с орбиты Земли обратился герой России Олег Каноненко. Исследование космоса не останавливается ни на минуту. За космическими победами стоит труд космонавтов, рабочих, инженеров, ученых. Я выполнил пять космических полетов и каждый раз на союзе новая модификация. А это новое оборудование, новые приборы, новые научные задачи, эксперименты. Испытываю невероятную гордость от того, что космос по-прежнему является неотъемлемой частью современной науки. Участники круглого стола обсудили истории великих людей, чья жизнь связана с покорением космоса. Достижения советских и российских конструкторов, инженеров, летчиков, которые помогли стране стать великой космической державой. А также планы и перспективы отрасли на ближайшие годы. Андрей Грагуленко, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...